всем огромнейший привет с вами снова и сама продолжаем прохождение ведьмака хроники хроники крови вражды идем наверно суда доску объявления брать по дороге вот так вот по дороге естественно забираю все что можно забрать это наши планы на будущее плохо конечно что у нас плохо конечно что у нас дизморалька в армии появилась но ничего страшного переживем я в любом случае считаю что мы сделали все правильно госпожа взгляните у этого уровня что-то привязано кладки какая-то записка может надрисована нашим врагам пожалуй стоит ее перехватить вот ну клад будет с обычным сундуком который нам на чек не нужен как всегда которые мы не сможем использовать в этой игре только и сможем использовать в унн гвинте которые играть не собираемся поэтому как бы ну ладно но есть так есть пожалуйста плюс мораль лично мы поднялись в лишь моральку для до нормальной так на краю синявой пущи находилась небольшая деревушка кривой рог поселение было огорожено высоким чистоколом а его жители носили при себе оружие цепы и секиры утыканные гвоздями дубинки видно соседство с эльфами было не из легких когда отряд расположился на постой к мэве подошли двое крестьян они склонили головы в знак уважения и стали нервно теребить рубахи в руках госпожа тебе надо было знать что тут в лесу эльфы встречаются по ночам с торговцами покупают у них оружие лекарства лицо райлы которая прислушивалась к разговору исказила гримаса ненависти говенкары редкостная сволочь ради нажива они готовы помогать убийцам я настаиваю госпожа мы должны их найти и покарать говорите же где проходят эти встречи селяне переглянулись один из них почесал в затылке другой поковырял ногой песок наконец один из них пробормотал скажем госпожа скажем только в обмен на золото видно что я беседую с деловыми людьми извольте вот ваша плата мэва вынула из кошелька несколько монет и швырнула их на землю селяне бросились на четвереньки и принялись нашаривать деньги в траве не обращая внимание на презрительные взгляды сопровождавших королеву солдат говенкары приезжают с товаром к старой рыбачьей хате на север отсюда а белки выходят к ним из леса перед тем как пропоют первые петухи королева велела солдатам готовиться к бою со скайтаэлями и приспешниками черная райла присела на поваленный ствол и стала точить меч скрежет камня быстрее звучал как мрачное обещание пока равенская ты или видимо вот сюда нам нужно будет прийти чтобы побиться со скатой или нет не точно как всегда в принципе но главное что мы добыли сведения не хотел добывать силой чтобы еще сзади каких-то госпожа мы нашли внизу человеческие останки в жутком виде по всей видимости скайтаэля связали беднягу намазали собачьим жиром и оставили у гнезда накеров я слышал олив и час так расправляются с ворами интересно что он у них украл реку не буду велеть потому что река мы можем потерять так еще какой-то клад смотреть еще какие-то сокровищем раздобыли но вернее карту сокровищем у нас две карты скорее всего там обычные сундуки но с другой стороны может быть реально сокровища его подъехала к хате на которую крестьяне указали как на это все-таки ближе или и говенка между деревьев мелькали огни факелов были слышны приглушенные голоса ваше величество прошептала райла они у нас как на ладони мы должны действовать быстро прежде чем эльфы отступят в лес не бойся райла королева потрепала воительницу по плечу я не упущу такого случая в атаку лирийцы выскочили из леса на ничего не подозревавших эльфов и торговцы минутой позже погруженный во тьму лес наполнился отзвуками боя отлично сложно сказать кто испытывал кога венкаром больше презрения люди чьи законы те нарушали торгуя со скайта элями или сами эльфийские повстанцы которые видели в них бесчестных предателей расы говенкаром было все равно пока звенела монета они для готовы борюсь не чуть с каждым короткий бой один раунд начать бой ну начать сражение чудо кнопка спел раз не нажалась извиняюсь говенкарская падаль налетай подешевела каждый раз когда отряд вызывают из колоды добавляете добавляете мутеринцы брони добавляете зарядка докажешься за до футу отрода с ними ты создать в шоке с ученым украшения кабинете количество зарядов эту гадину нужно убивать получается прям от убивать и все хотя эту карту нужно было еще более убивать еще сильнее убивать ладно как всегда я чё-то чё-то профукал нет денег нет товара ух я как всегда что-то профукал ошибся в самом начале хода прям прям самом начале худашек по ходу дела к сожалению чем проще хорошая спрятать легко редко аж печально но ничего не сделаешь ошибка была такую ладно ночи исцеляют и план надо призывать карт какую-нибудь могу поставить сюда сейчас посмотрим то здесь слаб это очень все плохо все очень плохо я за свои глупости с самого начала которую сделал держи по проиграл эту битву по ходу дела ладно ничего страшного будем думать что делать я не подведу миника нужно как-то убивать не знаю правда как не знаю правда как не чем но то что нужно это точно милителе нету жесть медики это полная жесть чего надо медики реально полнейшая жизнь пытаемся как-то выиграть но они же подхилят себя крепись любовь моя еще ильфийский наемных сюда пришел потрясающе нет времени споем песню стали у них намного лучше руки до рука была у них намного лучше все получилось я с самого начала очень сильно ошибся вот да просто сдаваться начинать заново намного лучше и провернем дельце давайте рискнем сделаем вот так и вот так даже не знаю кого лучше призвать эйка наверно рыцарь обязан прийти на помощь как велик кодекс экто в любом случае на башню ну по идее чисто теоретически я не подведу на эфе двора как прикажете нам призвать еще можно ряды поджечь а можно например сделать как-то вот так что есть газ куну можно навить уже становилось скучно нужно убивать у того хим хиллера нужно убивать сто процентов проще попасть его нужно убивать он или т.л. а двух хилов нужно убивать желательно покажем из чего мы сделаны я в ангербургу специально броню дал немножко переместив отряд из ряда в ряд но это не сильно помогло вернет не помогло спрятать легко ты не помогло абсолютно собираются тучи но мы еще можем радоваться солнце еще есть время лала не на фулочку хилиться чё за чушь реально чушь они могут на фулочку хилиться слишком жестко это прям дико жестко каждым хулу на каждый ход они просто на фуфу на будут едины твои мяч и рука ладно дисциплина принесет нам победу что творить не трясти это будем использовать имбу какую-нибудь но если это можно назвать имбой а ты получал когда-нибудь камнем по зубам ну в принципе я должен выиграть в этом смею войны учитывая то что там осталась одна карта всего лишь чтобы должны выигрывать достаточно легко даже когда этот отряд пойдет назад есть лишь одно наказание за торговлю с эльфами уничтожить всех уничтожить она расставила силки на скайтаэлии в их собственном лесу окруженные эльфы сопротивлялись до самого конца предпочтя смерть людской неволе мэва открыла сундуки говенкаров сперва она удивилась что ящики наполнены паклей оказалось что настоящий товар спрятан под низом дротики с разрывающими внутренности крючками медвежьи капканы убийственные яды страшное оружие сказал рейнард разглядывая содержимое ящиков изготовленное так чтобы перед смертью причинить как можно больше страданий эдаким оружием бесчестно сражаться выпалил обычно молчаливый эрик газкон не разделял возмущение он потянулся к одной из стрел и с интересом взвесил ее на ладони трупу все равно чего он землю ушел а эти цацки ничего мои ребята хорошо бы ими воспользовались цель оправдывает средства коротко сказала мэва беря из ящика оружие остальные солдаты последовали ее примеру выбирая из кровов новое снаряжение а если бы это были не эльфы возможно я даже уничтожил бы это оружие но против эльфов они получат сперва но и говенкаров мы в отцеп это карта добавлена к вашему отряду и можно найти в штабе командования сейчас найдем сейчас найдем зайдем вначале только в штаб командования обязательно найдем так вот это классная вещь это прям очень классная вещь Джоэль шастиком эльдайна требует следующее две коробки разрывных стрел три бутылки отравы из болигалова пять очков капканов и силков один кисти не самый лучший стали для командира отряда проверк каждую монету дважды в прошлый раз попалось несколько фальшивых и держись подальше от главных трактов там пора все еще можно нарваться на эрдинские патрули клаус мы попались на другой патруль не на эрдинский а эрдирский так ну что идем дальше вот не сможем пройти да получается да и ладно там трофей всего лишь исткам была бы какая-нибудь важная битва и просто что-то интересное а трофей мы нам нужно дерево с золотом дерево не очень золото нужно но ничего страшного можем потерпеть очередная ловушка наши разведчики ее заметили теперь королева что делать наводим мостами или поворачиваем наводим мост конечно же никаких поворотов назад не тратим ни секунды времени идем уничтожать по ганекс к это или можно было и тут пройти на самом деле ладно так я видел я видел засаду эльфийского из леса выскочили эльфийские воины с боевой раскраской на лицах ненавистью в глазах и боевым кличем на устах моего стоявшие в первом ряду скрестила оружие с напавшим на нее партизанам какое-то время они стояли неподвижно лицом к лицу и тяжело дышали кто возьмет вверх в этом бою кто идет живым а кто примет смерть в тени вековых деревьев конечно же с кейта эли примут кто еще а мы уйдем живыми только так не как иначе из-за того что нас напали из засады у нас минус видимо ко всем отрядам идеально походу да изначально наши отряды видите каком положении находится не люблю эльфийских лычников поэтому простите хочу не убили то почему не убили то его очень странно ну ладно можно и там гаденыш приказ исполнил неприятно ладно не люблю эльфов которые стреляют из рук вот вот не люблю я их понимаете ампад панталона люблю панталон от веселый пес густой туманище да густой туман ухты панталон то не трогайте вы чё творите вообще за что вы вообще-то творите гады а чё вы делаете сволочи давайте сделаем так великолепно долгла там кстати лирийский проводник до этого боя вроде как ты нам попадался на есть так подумать любопытная тема есть для нас кое какая работенка то есть видимо специально из-за того что будет достаточно много такого как так вообще ну просто как как вот вообще возможно кстати как какая жесть происходит вот какая жесть творится вообще а ты получал когда-нибудь камнем по зубам зачем мы свой отряд подрубанул идиот это было просто ужасно тупо это было настолько тупо насколько в принципе было возможно затупить то есть не знаю как можно было сыграть хуже чем я сейчас сыграл у нас равно как бы остаются шансы давайте похилим с карта ловушек собирается качели жить но мы еще можем радоваться солнцем еще есть время чем проще хорошо ее спрятать легко офигеть танцор пинка что творит вообще если бы не кстати мы бы наверное в этом бою проиграли поцелуй пса под хвост рыцарь обязан прийти на помощь как велик кодекс добьем бафнем еще немножко нашего газкона не ну хоины не только из-за эйка конечно мы убеждаем но все-таки из-за него тоже а ведь уже становилось скучно не совсем чистая победа ну что я имею ввиду над чистой победой чтобы уничтожить сиражские отряды но все равно получилось очень неплохо айлен дочь моя молю вернись домой вредах скайта еле тебя ждет смерть не поступай со мной так не поступает так со своей матерью доволен того что во время погрома мы потеряли твоего брата а ради всего святого ради памяти предков оставь лес пока еще можешь логин логин так ладно скрытая ли мы немножко побили на тут еще куча всего трофей интересное место впереди нам нужно ольфов всех из леса конечно истребить естественно это как бы не обсуждаем а вообще в принципе абсолютно не обсуждаем мосты устанавливаем конечно ну что нам было удобнее ходить 50 дерева это очень очень немного тучи небольшая плата за установленный мост моего обсуждала что-то с гасконом когда к ней подошел разведчик пятна крови на его мундире явно указывали на то что дело срочное поэтому королева тотчас прервала разговор и попросила отдать ей рапорт ваше величество когда мы ходили в разведку то нашли вход в пещеру его стерег небольшой отряд эльфов но нам удалось их одолеть гаскон почесал подбородок бьюсь об заклад что сказать а или там схрон если мы ударим прежде чем они поймут что мы перебили стражу может и удастся их застать врасплох но нужно действовать быстро ну так будем действовать собирая людей пусть готовятся к атаке только тихо лирийцы вошли в пещеры они двигались осторожно даже беззвучно долго они оставались незамеченными но из боковых коридоров выскочили эльфские воины то ли мы на них взасы напали неожиданно то ли они на нас на войне эскаи трели обычно действовали хитростью путая следы по долгому ручу голову врагу но не в этот раз партизаны обрушились на отряды мэва со всей силой будто хотели выплотнуть ее из пещеры однако тактика эльфов сработала против них королева заинтригованного яростным сопротивлением решил любой ценой узнать что же скрывают таинственные пещеры обычный бой три раунда продлится этот обычный бой продлится три раунда это будет хорошо эталон убираем потому что по-другому вызвать можем нам поэтому для вызвать оба там перетасовка какая-то что-то было непонятно это было любопытно но непонятно панталоном панталоном и наверное сюда еще так вот сделаем усилим отряд на 2 надо друг другу помогать кстати дружеский отряд это имба вообще лютейшая имба я думаю что нужно эту имбу просто сразу прекращать типа пока что нельзя бить еще одна имба что ты будешь делать они не отступают там должно быть что-то ценное чтобы это не было я понимаю что там что-то ценное вроде чем-то пахнет это очевидно как бы логично самого себя он лечить не может вроде как поэтому у нас есть шанс его все-таки убить крепись любовь моя альфинский наемник еще один хиллер да ё-моё еще один хиллер надо друг другу помогать еще один хиллер еще один хиллер это что-то чудовищно злобное вообще это дико ужасное хотя все сделать как-то так потом как-то так хотя они же отхилит сами себя в любом случае тупо тупо отхилит сами себя на фулочку абсолютно или не отхилят смотрите пока что-то не отхиливают любопытно почему ее величество исключительно он уже пасанул то есть он проиграл получается ну ладно они поэтому не отхиливались потому что он пасанул потому что я идиот это же раунд из трех раундов состоит баталия а не из одного я как раз об этом перевернул перед битвы сказал а потом забыл абсолютно в общем как всегда все как всегда понимаете понимаете ну раз два надо друг другу помогать так если мы сделаем вот так а ты получал когда-нибудь камнем по зубам и вот так ну это глупо наверно но я просто люблю когда карты у врага тупо вообще нет на поле боя покажем из чего мы сделаны ты понимаешь это глупо очень глупо вообще нам раила черная нужна на поле боя я не могу ее вызвать как это эльфская земля тхойны таких как вы здесь ждет смерть кто-то сказал вася ух ты вася ты что ты сказал не могу долбануть да потому если кто будет спрашивать ты меня не видел ну хотя бы как то так я не знаю сейчас посмотрим кто здесь слаб на самом деле это глупо конечно но можно наверное сделать так наверно сделать так наверно сделать так и после этого можно на самом деле уже и пасовать хотя ну на всякий случай можно эйка вызвать чё бы чё бы эйка не вызвать смотрите опять вот хилер выходит что ты будешь делать с этими хилами погаными давайте мы ставим эйка готовься к бою если честь дорога и я думаю что мы выиграем в двух раундах я скормлю тебя воронью сколько бы там хилер не лечил это как бы без разницы мы должны выигрывать я очень ждал что ты так и скажешь они сопротивлялись до конца это была легкая победа над очень слабым врагом когда лирийцы прорвали ряды эльфов мэва была уверена что те отступят и перегруппируются так в принципе любые эльфы которые не из засада нападают выражались до самого конца похоже было что пещеры скрывают нечто по-настоящему ценное когда мэва вошла в очередной грот в нос ей ударил запах крови гноя и мочи тогда она поняла пещеры служили эльфам полевым госпиталем у стен лежали раненые воины они не пытались сопротивляться не молили о пощаде не призывали богов они спокойно наблюдали за людьми с нескрываемым презрением притирка смотрите новая карта нам доступна да что там с геймпадом то случилось госпожа шепнула райла вы видели на что способность к это эли что они делают с людьми они бы нас не пощадили обычно спокойный рейнард не выдержал и прервал райлу так что же ты предлагаешь чтобы мы их перебили воительница ответила шепотом медленно цыдя слова я предлагаю чтобы вы отсюда вышли а я и мои люди довершим остальное мы люди а не эльфы мэва посмотрела воительница в глаза и ужаснулась тому что там увидела нет райла мы оставим их в покое тебе ясно после долгого молчания райла кивнула головой и вышла из пещеры рейнард провожал ее взглядом держа ладонь на рукояти меча рейнард послушай ты должен присматривать за райлой пока мы не отойдем на день пути от этой пещеры если она отлучиться от колонны попытается вернуться я хочу об этом знать ты понимаешь рейнард кивнул несмотря на одержанную победу они вышли из пещер в траурном настроении я считаю что мы правильно поступили потому что мы не эльфы мы должны поступать так же подлый жесток победа в честном бою это победа в честном бою то что делают эльфы это совсем другое но на этом мы заканчиваем очередное наше прохождение вернее серию очередную наш прохождение это замечательные игрушки спасибо огромнейшее всем кто смотрел с вами как всегда был айс ждите новых серий по этой игре и по другим и всем пока пока